Театральная жизнь кипит, пусть и не в привычном формате. Маски, термометрия, социальная дистанция – обязательные условия при проведении мероприятий. Безопасность посетителей и артистов – самое главное. Премьера должна была состояться еще весной, но из-за пандемии сроки перенесли. Сегодня у нас был полный зрительный зал, были соблюдены все меры безопасности, поскольку сегодня у нас продолжается пока еще опасение, что люди могут заразиться. В зале были в основном дети, ну а взрослые, те, которые были, были, конечно, в масках. Юные артисты блестяще справились, яркие образы жизненной ситуации. В главных героях некоторые зрители узнали себя. Мне очень понравилось, это было красиво, фантастически, были очень хорошие герои, было очень много цветов на сцене. И вот это все очень было потрясающе. Спектакль «Человек, это звучит» – это спектакль о двух мальчиках, школьниках, которые не хотят учиться, и у которых есть учителя, которые все заставляют их начать учиться. Учителя перевоплощаются в разных животных и тем самым убеждают учеников учиться, и то, что быть человеком – это самое лучшее, с чем можно быть. Режиссер поставила перед Марией маминовой сложную задачу. Юной актрисе предстояло сыграть главную роль. Маша легко вжилась в образ сорванца и лентяя Баранкина. А может нам родать их в рабство? Как в рабство? Мы не хотим в рабство! Это не педагогично! В рабство, в рабство! Когда-то на это можно было зарабатывать хорошие деньги. Мани, мани, мани! Мани, мани! Мани, мани! Коллеги! Это преступление! Сейчас не те времена! Вы не имеете права! Вы жалеете! Что? Испугались? Жидкие на расправу! Лавотрясы! Безденек и плеяцы! Баранки! Ну будь человеком! Призывы учителей не возымели действия. Только когда главные герои попадают в волшебный мир, они начинают понимать, что значит быть человеком. Мне очень понравилось играть в этом спектакле. Я настолько хорошо вжилась в роль, что я даже иногда думала, что я настоящий мальчик. Я хочу сказать, что наши маленькие артисты справились. Всего в спектакле участвовало 18 человек главных героев и шоу-балет. Наш детский шоу-балет «Крылья». Мне кажется, что пьеса интересна. У этой пьесы большое будущее. Премьера прошла с успехом. Спектакль войдет в основной репертуар театра. И, возможно, в скором времени, если позволит эпидемиологическая ситуация, отправится с гастролями по Одинцовскому округу. Есть ты, человек, ты сильный, смелый. Своими руками судьбу свою делай. Иди против ветра на месте не стой. Пойми, не бывает дороги простой. Мария Шматкова, Юрий Антохин, телекомпания Одинцова.